Бренд Пейро из того места, в котором сидит сова на ветке совы, приобретает все больше размах. Все больше людей присылают нам посылки для того, чтобы мы о них рассказали. Помните, была история, мы уже сняли одну распаковку, в которой как раз таки рассказывали о крафтовых производителях, кто своими руками делает что-то интересное. Я в предвкушении. Давайте что-нибудь посмотрим. Блага... А что она тяжелая-то такая? Здесь наг почти звучит, как послал куда-то, да? Я уже знаю, что там, а вы нет. Здравствуйте, Василий Емельяненко. Просим рассказать о нашей продукции в вашем блоге. Мы занимаемся производством натуральных рассольных сыров, таких как брынза и фета. История нашей продукции началась в Украине в 95-м году. В 2014 году был построен небольшой заводик ПГТ Подгоренский в Воронежской области и открылось производство рассольных сыров под брендом Нак. А, это, это, я думал, это, типа, знаете, как говорят, последнюю букву поменяли, так. Нас часто спрашивают, почему брынза болгарская, а не воронежская, да, например? Про воронежскую здесь не написано, это мое вливание. Вы же производите ее в России. Да, мы занялись именно производством болгарской брынзы. Директора и главные технологи, уроженцы Болгарии, им не хватало в России важного компонента, балканской кухни, и они решили поделиться им с нами. Перед вами брынза в рассоле в вакуумной упаковке и фета, уже порезанная кубиками в удобной упаковке. Брынза изготавливается из натурального молока и созревает в рассоле от 40 дней. Фета – мягкий сливочный рассольный сыр. Просим поддержать наш небольшой завод импортозамещения товаров в России. Ура! Единственное, вот в чем некая загвоздка. Ребят, я просил вас, большие предприятия, маленькие предприятия, то есть то, что имеет там, не знаю, заводик и огромный цех, и вы, помимо всего прочего, еще и в ритейле стоите, мы же не рекламную компанию делаем, мы поддерживаем людей, кто своими руками делает какой-то крафтовый продукт. У вас тут, если вы продаетесь в крупных сетях, но я боюсь, что вам не нужна реклама такая, которую делаем мы. Да и мы бы не хотели. Поэтому мы просим, крупное производство, не присылайте нам товар. Я понимаю, что это узкая направленность, именно поэтому я о нем рассказываю, потому что у нас не так много нормальной феты и брынзы. Я это обязательно попробую, напишу вам потом отзыв, переходим к следующим, давайте. Все понятно здесь. Ну, ты что, пробовать не будешь? Ну, давайте я одну попробую, короче, вот. Вот это, значит, брынзу, вот фета. Фета – популярный продукт, который используется в салатах, причем в греческом. Да, у нас в России… Опа! Здесь дырочка упаковки, для того, чтобы можно было слить, и сыр не вывалился. Ну, интересная тема, да. Оп, и весь сыр стек. Это, оказывается, был жидкий сыр. Зачет! Мне нравится. Нету такого химозного привкуса, как у некоторых производителей. Не буду называть их имена. Ну, достойный продукт. Супер, спасибо! Давай, закидывай следующую посылку. Так. Три, три, четыре картонки. Пять картонок. Картонное предприятие шлет картонки. Аромат какой, сибирский. Здесь какие-то визитки. Здравствуйте, Василий! Я Татьяна, производитель пихтовой воды и пихтового масла. Компания EverHealth. Ну, типа, здоровья. Пихтовая вода Флорентино Аква. Это готовый к употреблению напиток, который укрепит иммунитет и даст энергию и бодрость. А еще он помогает при многих заболеваниях. Это абсолютно натуральное средство. 100% экстракт молодой пихтовой хвои, полученный методом паровой дистилляции. Хвоя очень богата по составу. Мало кто знает, что она спасла многих людей в блокаду Ленинграда в условиях голода. Почему она называется Флорентино Аква и Ленинград здесь? У нас в предыдущей распаковке были вопросы из серии. Почему наши российские производители называют какими-то непонятными словами иностранными свои продукты? Были споры разные, мол, типа, так лучше продается, это лучше маркетинг, наши больше доверяют этим, но при всем при этом оказывается, что в России-то полным-полно правильных вещей. А пихтовое эфирное масло просто обязано быть в каждой семейной аптечке. Пихтовую лапку для продукции мы собираем сами, не рубим деревья. В глубокой сибирской тайге, очень далеко от цивилизации, там же находится производство. А еще мы стали делать травяные чаи, раз уж мы все равно бродим по тайге, то и травки грех не собирать. Попейте мой йети-чай. Что йети, это что такое? Йети, ну это же снежный человек. А, это снежный человек. Мы же могли им по-русски назвать. Снежный человек-чай, а то йети-чай. Таежный с вареньем из шишек вечерком. Капните каплю пихтового масла на подушку перед сном, и утром вы проснетесь готовым горы свернуть. Это нам подходит. Занимаюсь этим с 2017 года, обожаю свое дело, и хочу, чтобы как можно больше людей узнали и оценили такие классные природные средства. Я могу сказать, что это, в общем, правильная штука, учитывая тот факт, что я вожу дружбу и знакомство с разными производителями экстрактов. В основном на Алтай, а тут сибирская пихта. Как пропахла коробка. Вроде все закупорено, а аромат пихты такой. Так, тут столько сверточков, то я, я не знаю, вдруг что-нибудь выкину. Так, это варенье из шишек, а это тот самый чай. Состоит из иван-чая, листьев и цветов смородины, почки и побеги сосны, хвоя пихты, чабрец душица, дикая мята, листы брусничника, цветы черемухи, чага. Опа, все эти, так сказать, ингредиенты мне известны из моего сибирского детства, из Омска. Землячка моя. Я-то сам из Красноярска, но в Омске прописан до сих пор, сами понимаете. Попробую варенье, ну, потому что, потому что это, когда иностранные шефы приезжают в Россию и пробуют они такие, и начинают это все скупать. Поэтому мой рекомендейшн, надо вам попасть и прорекламироваться, не знаю, отправить, договориться с мишленовскими ресторанами. Они вообще все иностранные шефы, ну, как бы не знают, да, что у нас есть вкусный такой продукт. Шишка нежная, нежная. Впервые встречаю такую нежную шишку. Впервые встречаю, чтобы шишки в варенье были мягкие, разваренные. Обычно они всегда плотные, твердые, нужно жевать. Я хочу сказать вот что. Свинья. Ну, в смысле, все разлил. Очень вкусно. Я обязательно это попробую. Все вместе с чаем заварю. Я уже понял, что варенье без каких-либо комментариев исчезнет в ближайший день. Вам, Татьяна, хочу сказать. Вы не останавливайтесь, пожалуйста, на достигнутом, да. Продолжайте это делать, потому что наши сибирские ништяки, ну, где люди смогут их еще взять, кроме как не в Сибири. Поэтому я очень рад, что вы прислали мне такие правильные вещи. Я с огромным удовольствием поддержу вас информационно, с удовольствием поддержу вас морально. Это правильный вкусный продукт. Вот. Я очень рад. Ой, ну этот легкий. Легенький какой-то. Так, в пакете пакет. В зайце утка. В утке. Так. Ну что, красиво выглядит. Какая-то кожаная тут красивая бляшечка такая прям. Вот такие штуки присылайте. Видно и уже мне даже понятно. Я открыл и сразу понял. Потому что каждый повар, когда видит в сто тысяч раз сложенную тряпочку с кожаными ремешками, он понимает, что это не садамаза, а что это самый настоящий крутой фартук. О, тут что, их два что ли? Не пойму. А, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. О, какая хитрая. Типа это фартук, но почему-то с заклепками, но без ремешков. Так, а это? Ремешки, но без фартука. А, все ясно. Вот. Ремешки отстегиваются. Ремешок не сменный, а фартук сменный. Что я тут кручусь, верчу. У поваров давно ценятся фартуки, которые не натирают шею. Это я вам по секрету скажу. Мы пользуемся разными фартуками, и у меня куча разных фартуков. Все же зависит от того, чтобы фартук был комфортный, не терт шею, и чтобы еще и принт был какой-нибудь забавный. Вот, смотрите, здесь шею не трет ничего. Да, такая лямка. И он легкий, свободный, и может подойти, мне кажется, и на толстого, и на худого повара. Сюда, это грильная, что ли, тема? Ну, чаще всего такие вещи делают, знаете, для всяких пинцетов, для вот таких вот щипцов. Свет, сим-сим, включись обратно. Для вот таких вот щипцов делают. Вот так вот, видели? Чтобы можно было вешать. Но, я прям доволен. Я доволен, потому что тема актуальная, тема стильная, модная, молодежная. Вот письмо. Приветствую, меня зовут Геннадий, мне 54, я из Новосибирска, пишет Геннадий. Свой бренд Гевайер, а я думаю, что это за слово написано здесь вот тут. Гевайер. Свой бренд Гевайер основал в 15-м году, хотя увлекаюсь дизайном из кожи более 25 лет. От шитья косух до предметов интерьера. Это Геннадий, а? Вот кожей увлекается, а прислал... Что, это жена что-то решила? Фартуки. Кожа-то здесь... Ладно, отлично тема, я шучу, да. Так, прилагаю свой вариант мужского фартука. Фартук профи для мастеров своего дела. Поваров и столеров. Ну, татуировщиков и гончаров, барменов и автомобилистов. Ха-ха-ха. Геннадий. Ну что, я не татуировщик и гончар, не бармен и автомобилист, но раз повар есть в этой всей, так сказать, плеяде профессий, значит, мне это подходит. Суть в кожаной портупее. Сконструировал ее таким образом, чтобы не натирала шею в долгой носке и распределяла груз на плечи, когда в карманах полно инструментов. Например, кусок стейка. Если ты уже собрался домой, но еще находишься в ресторане и ждешь, когда уйдут проверяющие органы, да. Боковыми креплениями можно отрегулировать размер по фигуре. К тому же я привередлив при выборе материала для своих фартуков и все тестирую на себе. Если в долговечности натуральной кожи я не сомневаюсь, то ткань может стать слабым звеном. Поэтому только после того, как материал успешно прошел огонь, сварку и болгарку, запускаю в производство. Вам, Василий, предлагаю фартук для кухни из тонкой плотной ткани с армированной нитью, разрабатывалась для силовых структур, поэтому она легкая и износостойкая. Кстати, кожаная полоска под полотенце, может, а, так это под полотенце, может трансформироваться в петлю, если так удобней. Когда уже все, Вам уже, все, говорят, чувак, не готовь больше. Все кожаные элементы от фартука можно отстегнуть и тканевую основу стирать по необходимости. Ну а пока стирается досохнет одна, пристегивайте другую. У Вас другой фартук, это удобно. А, вот для чего. Вот это, наверное, армированная нить для силовых структур, потому что по цвету и фактуре я где-то увидел уже охранника в такой форме. Теперь повара тоже будут ходить. Ну а эта штука, понятно, брезентовая, мощная такая. Я положил дополнительную тканевую основу профи барбекю, идеально для готовки у огня и жара спасает от грязи отта... А. Я положил дополнительную тканевую основу профи барбекю, идеально для готовки у огня. И от жара спасает отталкивающим составом пропитана. Или я читать не разучился, или Геннадий написал как-то очень странно. Короче, от жара спасает, пропитка есть, грязь не прилипает, а если прилипает, то потом накапливается, отваливается, и он снова чистый. Все ткани в основе профи подходят ко всем моим портупеям. У меня был, значит, у моей старшей сестры, значит, второй муж, Лёха, был его классный мужик, такой здоровый, такой вообще мощный. Он всегда говорил, как одену портупею, и все тупею, и тупею. Короче, все ткани в основе профи входят ко всем моим портупеям. Заканчивая рекламное послание, хочу сказать вам, что свое доброе дело люблю и отвечаю за качество своих товаров. К тому же горжусь тем, что всегда указываю окончательную цену без скрытых доплат. По скриптум, не так давно подписан на ваш канал, но некоторые блюда стали любимыми. Из последнего салат Сакроментая. Неожиданно вкусная штука. Да, я тебе говорю, но ты что думаешь? Вот человек пишет правду, понимаешь, приготовил, ему просто икра ментая хорошая досталась. А кому плохая досталась, те пишут, что им не понравилось. Тут же все от продукта зависит. Если возьмете гнилую капусту, у вас салат тоже не получится. Понимаете, о чем я? С уважением, Геннадий Гивайр. Мой инстаграм такой-то, магазин такой-то. Мы ссылочки дадим внизу. О, что летит! Вот оно, вот оно что, Михалыч. Вот они что. Какие вещицы делают ребята-то, смотрите. Греция. Hell. Это же ад. Из Греции можешь попасть в ад. Морокко, Португал, Спейн и Индия. А где же Раша? Наша Раша. Специи Фуди – это просто универсальное и уникальное. Наши миксы и специи подходят для всех типов блюд, не содержат соли и ГМО. Ручной помол – одно из основных наших преимуществ. Благодаря ему сохраняется мощный аромат каждой специй. То есть, механический помол просто-напросто забирает все ароматы и специи. Ну, наверное, я не знаю. Душистые травы, пряности, молотые специи – вот совокупность неиссякаемого творчества в области кулинарии. Ну что ж, супер. Ребята, молодцы. Я таких смесей, специй не встречал. Что, Индия, да? В Индии я был много раз. Давайте попробуем с Индией. Просто посмотрим, что. Ух ты. Нахмелесен или попахивает. Похоже. Нет. Очень-очень пряный яркий аромат. Очень пряный аромат. Так, Испания, Португалия. Давайте Марокко глянем, что здесь у нас. Слушай, а вот Испания с Португалией. Ну, это две соседние страны. Вот они кардинально отличаются. Да, Марокко мятная. Марокко мятная. Как и написано. Так. Давай попробуем. Аромат есть везде. Вот очень сложно. Нужно взять какое-то португальское блюдо и туда отправить эти специи. Да, Испания пахнет по-другому. Паприка, лук, порей, розмарин, петрушка, перец черный, тимьян, чеснок. Испания, да? А Португалия это петрушка, так, которая есть в Испании, перец чили, которого нет в Испании, орегано, куркума, мускатный орех, лавровый лист, базилик, перец черный. В Португалии, видите, небольшое различие существует. А еще подумайте над тем, чтобы использовать в этих миксах какие-то наши, российские, знаете, всякие вот травки, чтобы это был таежный чебрец, чтобы это были какая-нибудь, я не знаю, что у нас еще может быть, корень лопуха, чтобы это была пудра, там, не знаю, облепихи в составе какой-то. Ну, подумайте, это как бы я вам идею накидываю, вы можете, конечно, ее не слушать, но в этом тоже есть какой-то определенный смысл. Сделайте Раша, Раша Стайл. Вы посмотрите, я не травник, конечно, но в этом есть глобальная идея. Так, что здесь маленькая какая-то коробочка. Что там такое? Я люблю большие коробки. Давайте начнем сразу, я не видел, что внутри. Начнем с письма. Очень приятно, что вы решили поддержать крафтовиков. Меня зовут Алексей Рубцов. Несколько лет назад я нашел в интернете информацию о российской дореволюционной книге по производству мягких сыров с белой плесенью 1882 года. И она сохранилась в библиотеке Санкт-Петербурга. Изучив ее, решил восстановить производство камамбера по этому дореволюционному рецепту. Напоминаю, 1882 год. Конец 19 века. Параллельно вел поиски, а также переговоры с французскими фермерскими хозяйствами в регионе Нормандия, родина сына камамбер, о возможности прохождения стажировки и получения опыта производства камамбера по современной технологии. Пахнет камамбером, да. Ну, как будто пухнул там кто-то во Франции. До нас донесся легкий ветерок такой. Понятно, что мы любим все такие вонючие сырки, но... В результате переговоров удалось организовать стажировку во Франции. Так, значит, далее в течение нескольких месяцев в лабораторных условиях проводились адаптации имеющейся информации к современным условиям, в частности, производство сыра не из сырого, а пастеризованного молока. Ну, это серьезная адаптация. В результате проведенной работы была создана уникальная рецептура производства камамбера. Все сыры, сыроварня, рубцов, варят из натурального пастеризованного коровьего молока. Используется исключительно ручной способ производства сыра и контакты. Мы внизу их разместим. Зайдите, посмотрите про, так сказать, продукт. А мы... А я все сижу, думаю, откуда у меня на кухне такой запах? А это же сыры. Алексей, ну вот где ты был? Вот когда мы снимали этот легендарный рецепт сыра камамбер в тесте с семечками, а? Вот представляешь, мы бы твой сыр взяли, завернули бы его. Ну, а те, кто, значит, не видел этот рецепт, тоже зайдите, поглядите. На что способен камамбер, когда его заворачиваешь в тесто? Ну, запах я вам хочу сказать, конечно. Брилья саварен с трюфелем. Брилья саварен, мягкий сыр, тройные сливки с культурами белой плесень. И все. И легкий шлейф вот этого шикарного сыра остается в коробке. А это шеврет. Крутая тема. Вот это я понимаю. Я потом попробую все, а сейчас давайте я вот тройные сливки. Ну, типа сливочно-сливочный сыр должен быть вкусный. Ну, давайте, что. Аромат шикарный. Вот знаете, в меру такой, не аммиачный, как вот бывает. У меня один сыровар был знакомый. Вот вроде бы все супер делает, да? Сыр берешь, аммиак такой, что вот аж прям на подносик к носу. Такой думаешь, блин, что же он так воняет-то? Этот прям нежнятина. Пахнет так прям нежно-нежно белой плесенью. Опа. Ну, вот смотрите. Серединка одной текстуры. Здесь помягче. Вроде бы даже... Да. Насколько я понимаю, я могу ошибаться, напишите в комментах, да? Сыр становится мягче со временем. Чем он больше созревает, тем он становится мягче. Вначале он идет твердый, а потом размягчается, размягчается. Может быть из-за этого, а может быть именно так придуман этот сыр. Потому что я вот во Франции, например, именно вот с твердой серединкой и жидким краем, прям я вот обожаю, когда во Франции бываю, редко, раз в пять лет примерно. Я не знаю, какие эти сыры, но этот бомба. Алексей, поздравляю. До меня дошли эти сыры, я кайфую. А это значит, респект уважуха, вы делаете правильное дело. Вкусный. Жаль, я не пью вино, потому что здесь прям бокальчик напрашивается. Ну, я найду. С чем его съесть? Шикарный, очень похож. Я думаю, что если в слепых дегустациях вы бы участвовали с французскими и швейцарскими сырами, то многие бы не догадались, что это наш российский сыр. Огонь. Друзья, напоминаю, что внизу в описании есть ссылка на каждого производителя, который сегодня был у меня в ролике. А чуть ниже есть инструкция. Если вы производитель крафтового, российского, интересного, прикольного и нужного для людей продукта, по этой инструкции присылайте нам, и вы попадете в следующую распаковку. Я не знаю, через сколько она будет, потому что пока, знаете, мы делаем ее очень редко, ибо немного присылают нам всевозможных вещей. Просто не все люди видят нашу рекламу. И если вдруг у вас есть знакомые, кто делает крафтовую штуку, подскажите просто про нашу распаковку, пусть присылают. Спасибо за те подарки, которые вы присылаете на распаковку. За те сумасшедшие перья, которые вы делаете. А я с удовольствием делюсь контактами и, так сказать, информацией о вас и о вашем продукте. Все, пока.